Опа, сейчас переведу. Это было написано на французском, не знаю, но я не умею делать вот эти интро, я не знаю, что говорить, поэтому давайте сразу начнем. Ребята, я вернулась с новой реакцией на Димаша. Самой запрашиваемой песней после моей первой реакции была песня «Кришная страсть». И я создала заметку, где я прописала все песни, которые вы мне предлагали в комментариях, потому что я читаю все ваши комментарии. И, пользуясь моментом, я хотела поблагодарить всех вас за вашу поддержку. Я такого не ожидала, и меня просто захлыстнули эмоции во время реакции, потому что о нем я никогда раньше не слышала. На своем канале больше всего я делаю реакции на BL-сериз и пип-поп. И о нем я узнала столько всего из-за вас, ребята, потому что вы в комментариях мне написали об этом. А еще мне хотелось бы еще раз поблагодарить всех тех, кто подписывался и писал комментарии, и в моих комментариях было очень много французов. И, в частности, этот факт тоже мне греет душу. Я недавно поняла, сколько любви есть у Димаша и у его фанатов в общем, и этот факт просто безумен. Да, давайте я расскажу немного о себе. Я француженка, которая родилась во Франции, у меня родители также французы. Потом я переехала в Америку, потом в Австралию. Также я жила в Великобритании. Я также училась в музыкальном театре. Я была в школе исполнительного искусства и участвовала в нескольких мюзиклах. Я была учитель по пению, но, конечно, я не являюсь самой лучшей певицей, но я наслаждаюсь пением. Итак, ну, может, начнем? Кстати, вы мне рассказали о нем столько всего. Оказывается, в том выступлении ему было 22 года. И сейчас ему 27. Он из Казахстана. И это просто вау, потому что почему-то я думала, что он китаец. Во время просмотра его выступления в Китае я думал, что это его родители, а оказалось, что это другие участники. Я очень взволнованно. И я не знаю, на что я подписалась. Эта реакция была сделана в прошлом году. Поэтому тогда ему было 27, а сейчас, наверное, 28. Не реально точно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это его мама? Дай мне, дай мне Долгим огнем пылать в омгре и в ненасте Дай мне, дай мне, дай мне Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти Ночь замкнула ресницы И вокруг тишина Событые звуки, руки, лица Мне нужна только ты одна Околдован тобою Выпью зелье до дна И ты вернешь меня из песни в этот мир Только ты одна Его эмоции просто безумны Дай мне, дай мне Долгим огнем пылать в омгре и в ненасте Я забыл сказать, перевести тот момент, где она говорила, что она включила субтитры То есть она, возможно, там читает текст песни Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти День 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 сгорать в костре грешной страсти Не-е-е! Она как маленький ребенок. Она как маленький ребенок. Не-е-е! Аплодируйте стоя! Вставайте! Спасибо! Он получает так много цветов. Боже мой, ребята. Окей, ребята, получается, это было в 2018 году. Значит, ему было сколько? 25? 24? Ох, его контроль просто безумен. Значит, во-первых, браво этой музыкальной банде. Одну вещь, которую я заметила, так это то, что музыкальная банда всё время смотрела на Димаша. Они не были сфокусированы на себе. Они были там, чтобы поддержать его, чтобы он съел. И это очень безумно, потому что музыка, она была такой тихой, и играла всего лишь пару инструментов. Тогда он пел своим полным голосом. И когда он начал петь свои свистковые ноты и фальцет, музыкальная банда такая «бам!». Но мы всё равно слышали Димаша отчётливо, потому что музыкальная банда была хорошо подстроена под его голос. И это было красиво. Мне очень сильно нравится, когда он поёт в своём фальцете на придыхании. Именно в эти моменты я получаю все эти мурашки. Ива Контроль просто безумен. Мне кажется, мне кто-то говорил, что у него идеальный слух. И мне кажется, вы также говорили, что он умеет играть на многих инструментах. А также, поправьте меня, если я ошибаюсь, он пел на своём родном языке? Или это был другой язык? Я не уверена. Это был... Я не уверена. Но я очень взволнована, потому что в первой реакции... Это очень круто всегда иметь первую реакцию, когда вы ничего не знаете о певце. Но после второй и третьей реакции, это очень хорошо узнать побольше о певце. Я погуглила его и нашла на ютубе два, скажем так, путеводителя, которые очень длинные, по 15 минут. И я думаю, на это видео я и сделаю реакцию в следующий раз. Ну, чтобы я могла узнать его личность и вообще, какой он человек. Потому что я хочу, чтобы у меня была связь с певцом, которого я смотрю. И как только вы начинаете узнавать этого человека, у вас появляется некая связь. Его голос просто невероятен. Невероятен. Одну вещь я могу сказать точно. Он вообще не хвастается. У него просто такой невероятный голос. Он вообще не хвастается. Всё, всё дело в эмоциях. И вы можете увидеть, что он чувствует абсолютно каждое слово, которое он поёт. Ребята, спасибо большое за ваши рекомендации. Ну, вот такая вот реакция. Ну, вот такая вот реакция. И, знаете, вот я в последнее время читаю комментарии, и некоторые люди говорят, типа, не надоело ли мне делать реакции на одни и те же песни? Ну, во-первых, нет, не надоело, потому что мне эта музыка реально нравится. Во-вторых, я, ну, делаю реакции на другие песни, если вы замечаете. Иногда выходит там Умытыл Москву, Никонайда, Атаджура, Хэллоу. Когда есть возможность, я это делаю. Вот. А на этом у меня на сегодня всё. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!